Меня зовут Соколова Мария Ивановна, я врач-онколог отделения опухоли головы и шеи онкологического центра города Тюмени. Моя научная работа посвящена изучению диагностики пациентов с метастазами плоскоклеточного рака в лимфоузлы шеи без выявленного первичного очага. Особенностям диагностики и наибольшего вклада трансоральных в виде ассистированных лазерных технологий. Это различные виды резекций ротоглотки, небные миндалины и корни языка, которые позволяют выявлять скрытую опухоль ротоглотки и таким образом выставлять правильный диагноз пациенту, назначать уже определенный объем адвивантной дальнейшей терапии. Эффективно тем, что пациент получает установленный диагноз, то есть без выявленного первичного очага подразумевает под собой диссиминированный процесс, при котором отсутствует первичная опухоль и при этом пациент получает терапию, чаще всего системную, лекарственную. Либо это высокие дозы лучевой терапии, тотального облучения рота, носоглотки, которые влечут за собой различные осложнения, такие как серостомия, то есть сухость полости рта, дисфагия и так далее. Это существенно ухудшает качество жизни пациента. В том случае, когда диагноз верифицирован, то есть есть доказанный рак ротоглотки, то, соответственно, доза облучения, поля облучения несколько меняются, снижается вероятность развития таких побочных осложнений. Пациент получает установленный диагноз и таким образом он уже проходит динамическое наблюдение в соответствии со стандартами наблюдения таких пациентов. Также мы исследовали еще экспрессию белка АП-16. Это очень важный маркер прогностический. Он показывает вероятность инфицирования вирусом папилломы человека. При наличии экспрессии белка АП-16 мы можем утверждать, что процесс ассоциирован с вирусом и имеет более лучший прогноз в лечении и в дальнейшем наблюдении. Данное направление я выбрала ввиду того, что я занималась непосредственно сама выполнением этих методик операций. Используется операционный микроскоп, который позволяет очень эффективно многократно увеличить операционное поле и увидеть те изменения, которые мы макроскопически, визуально не видим. К примеру, на амбулаторном этапе до обследования пациента мы можем пропускать какие-то минимальные изменения структуры и нёбной миндалины, и корни языка. А здесь в условиях общей анестезии, в условиях многократного увеличения операционного поля мы можем прицельно выполнять биопсии, резекции и таким образом верифицировать процесс. Моим руководителем является Ростовцев Дмитрий Михайлович, это главный врач, доктор медицинских наук, главный врач Лябинского онкологического центра ядерной онкологии и медицины, также заведующий отделением опухоли головы и шеи Гуся Александр Олегович. На данном этапе, конечно, хочется защитить кандидатскую диссертацию, потому что это большая работа, я её посвятила полтора года, изучаю её, и она мне очень интересна, и я думаю, что она внесёт такой существенный вклад в диагностику очень сложных пациентов, которые встречаются практически каждый год, и их заболеваемость навсегда подтверждается, то есть это 5% злокачественных опухоли, области головы и шеи ежегодно, они есть и требуют особого внимания в диагностике.